Больше 300 надписей с рекламой наркотических средств закрасили в этом году активисты ТОС «Лада». Это было замечено по итогам конкурса «Территория партнерства». Конкурс проводит Управление общественных связей мэрии Новосибирска. Константин Клещин подробнее. В этом году муниципальный конкурс «Территория партнерства» проводят в 15-й раз. И невозможно переоценить тот вклад, какой за это время активисты территориального общественного самоуправления внесли в развитие Новосибирска. Благоустраивают дворы, следят за безопасностью, заботятся о пожилых. Сегодня в этом году добавилась еще одна история. Это оказание помощи и содействия вернувшимся с фронта. Семьям тех, которые еще на фронте, тем, кто уже вернулся. И нужна вот эта вот адаптация. Сегодня ребятам очень тяжело. И как это? Где взять? Вот они, соседи. Они помогают адаптировать. ТОС «Лада» Дзержинского района среди победителей в номинации «Создание безопасной среды проживания». Дружина закрасила за этот год 300 надписей с рекламой вредоносного зелья. И в свою работу активисты стремятся вовлекать ветеранов СВО. Я думаю, что общественная работа, ну, по своему случаю, я скажу, она меня очень сильно выручила. Вернула меня вот в этот социум, вот от этих взрывов и всему тому прочее. Поэтому я считаю, что это действенное, очень действенное такое, знаете, пилюля такая, так сказать, действенная. Поэтому меня в этом выручило. Я думаю, что и наших ребят, которые будут возвращаться вследствие, им тоже это поможет. Самая главная черта, какая есть у общественников, которую кратно усиливают ветераны СВО, это неравнодушие. «Иногда где-то руки не дают, иногда где-то, как говорится, у нас глаз замылиться, да, где-то что-то отвлекает, то-сё, текучка, но все равно своего добьются, все равно заставят, все равно выйдешь, все равно сделаешь, а потом думаешь, а ведь правильно, а ведь молодец, что заставил, а сделает». Не оставленная тема подрастающего поколения. Речь не только о летних трудовых отрядах, идею которых одними из первых в России предложили новосибирские общественники. Детьми и подростками надо заниматься всегда, говорит Ульяна Гладилина. У нас идет кружковая деятельность с детьми. Дети приходят, они делают, они чему-то новому учатся, и делая подарок себе, своим родителям, делают подарки еще одинок и проживающим людям. Конкурс «Территория партнерства» проходит в пяти номинациях. Многие общественники подают заявки во все из них, потому что идей у активистов много, а энергии еще больше. Константин Клещин. Итоги недели. Константин Клещин. Итоги недели.